МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так же, как цифры тестов на IQ не являются отражением реального интеллектуального уровня человека, так и сообщения московских рейтинговых агентств следует принимать с изрядной долей скепсиса и не поддаваться гипнотическому воздействию взятых неизвестно откуда цифр. Например, о величине доходов замкадышей. Самые распространенные зарплаты в Карелии – 17-40 тысяч рублей в месяц. Такой заработок, согласно результатам исследования, имеет половина жителей республики. Я остаюсь! Я остаюсь! Я буду здесь жить! Люди недалекие могут возбудиться и указать на то, что краудфандинга Бесия внезапно овладела слугами божьими с острова Владожском озере, обратившимися к общественности с просьбой подкинуть деньжат на мультимедийный интернет-проект. На самом деле, сбор так называемых пожертвований – канонический для любых религиозных организаций обряд и основной источник фондирования на протяжении тысячелетий. Из-за технической сложности стоимость проекта довольно высока, и нам очень нужна ваша финансовая помощь и поддержка. Современные технологии дают нам широкие возможности и открывают новые горизонты для проповеди, для укрепления веры и православия в целом. И наша обязанность – максимально использовать их во славу Божию и тем самым нести свет и божественную красоту людям. С нижайшим поклоном мы просим вас внести свою посильную лепту и поучаствовать в этом благом начинании, чтобы любой желающий хотя бы виртуально мог прикоснуться к святой Валамской земле, к северному Афону России. Не рассчитал главный бухгалтер администрации Питкеранского района Николай Стуколкин, заявившись на выборы депутатов горсовета Питкеранты. При проверке поданных документов обнаружилось диплом о высшем экономическом образовании у бухгалтера поддельный. Делом заинтересовалась полиция. Правоохранители подтвердили наличие у сотрудника администрации района поддельного диплома. Сейчас они проводят проверку. Остается масса вопросов к бухгалтеру Стуколкину. Например, какие документы он предоставлял на выборах в Совет района в 2011 году и на выборах в Гурсовет Питкеранты в 2012. Но позвольте, как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. В ЗАГСобрании Республики тем временем рассматривает документ, приуроченный специально к сезону падающих на людей сосулек и ледяных глыб с крыш. А ведь последствия, вызванные законной безответственностью, могут сильно повлиять как на здоровье жителей Карелии, так и на продолжительность их жизни. Парламент Карелии принял к рассмотрению законопроект об отмене административной ответственности собственников зданий и сооружений за непринятие мер по очистке от снега и льда крови таких зданий. Есть ли у тебя, как говорится, какая ни на есть программа? Ну а как же можно без программы? Ну что я вам, бандюга с большой дороги. Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность. Значит, будут грабить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok